Здравствуйте, это рубрика МФСТИ. Я Виктор Самусенко и мы обсуждаем самые комментируемые новости в интернете. Итак, приступим. Самое сильное за последние 10 лет наводение в Таиланде затронуло таки Бангкок. В результате полностью затоплены взлетно-посадочные полосы внутреннего бангкокского аэропорта, хотя власти страны делали все возможное, чтобы отстоять этот объект. Сами жители Бангкока, как пишут информагентства мировые, бегут из города и устраивают жуткие пробки. В стране не работают 300 отделений банков и более 3000 банкоматов. Временно без работы остались почти 660 тысяч человек. Тем временем российские туристы обращаться за помощью в тамошнее российское посольство не торопятся. У них вроде как все в порядке. И мы связались с красноярцем Алексеем Батчановым, который сейчас находится в центре Бангкока. И вот что он нам поведал. На самом деле очень большая дезинформация, касающаяся именно центра столицы Бангкока. Здесь наводнения даже сами жители не ждут. Почему? Потому что они знают точно, что воды здесь нет. Так как очень сильно развита у них дренажная система. Погода уже держится 2 недели. Плюс 35, плюс 36. Солнце, дождей, небо. Мы видим асфальт сухой, пальмочки растут, деревья. Все чисто и культурно. Очень не жалко тайцев. Я им в принципе так же сочувствую. Что ж, большое спасибо Алексею Батчанову за его маленький репортаж из центра Бангкока. Ну а мы идем далее. В британском городе Сандерлен преступник потерпел позорное фиаско при попытке ограбить супермаркет. Хозяин магазина вместе с законопослушным клиентом молниеносно обезоружили и скрутили налетчика. Этот ролик за несколько дней посмотрели несколько сотен тысяч человек. Казалось, что посетитель, наблюдающий эту картину, оказался отнюдь не простаком. На пол бандита повалил 43-летний мистер Бейлис, являющийся по сути отставным сотрудником Королевской военной полиции. Вот сейчас это произойдет. Без проблем он валит его на пол, причем делает это подсечкой, у которой учат специально либо рэнкбистов, либо представителей сотрудников спецслужб. Но на самом деле не только в Великобритании происходят такие вещи. По другую сторону Атлантики также был подобный случай, где на пол бандита повалил покупатель на инвалидном кресле. Героем оказался житель Ванкувера Ларис Копник. После короткой потасовки с участием других посетителей злоумышленника удалось обезвредить. Поэтому для этого парня, храбреца, на инвалидной коляске все закончилось благополучно. Но, с другой стороны, геройство есть геройство, и, может быть, отчасти местами это и хорошо. С другой стороны, кто же знал, что у первого злоумышленника оружие было не заряжено. И еще одна новость. Сравнительно местный депутат законодательного собрания Алексей Клешко со словами «и грустно, и смешно» разместил на своей странице в Facebook фотографию чека супермаркета, на котором написано «Морковь, немытая Россия». Вот сейчас вы видите этот чек крупным планом. Но, должно быть, автор, человек, который писал текст на этом чеке, хотел сказать, ну, вероятнее всего, что «Морковь, немытая» произведена в России, но получился совсем другой смысл. По крайней мере, так люди, которые, красноярцы, которые активно пользуются социальными сетями, это расценили. И вот есть комментарии уже, в принципе, здесь даже есть популярные красноярские лица. Например, Владимир Перекотий пишет «Почему-то грустно больше, чем смешно», отвечая на реплику Алексея Клешко. Идем далее. Бывший директор Центра экстремальных видов спорта Вадим Шадрин пишет «Еда рабов, но не господ». И известный красноярский скрипач Вардан Маркос, так сказать, завершает «Прощай, немытая Россия», «Моя любовь, моя морковь», пишет музыкант. На этом у меня все. Остается добавить, что свои новости отправляйте нам с помощью социальных сетей. Мы из ВКонтакте на Facebook, Одноклассниках, Twitter. Также для вас работает сайт afontovo.ru. И помните, мы не только в эфире, но и в сети. Берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok